всем привет вы на канале пользы на это сегодня вопреки всему несмотря ни на что я расскажу вам о смартфоне айку на 8 pro и сравнивал по ходу ролика споко f5 про что это такое с чем это едят 144 герц экран помимо этого динам сети 92 2 0 плюс и ufs 40 сейчас съемка ведется к слову на iphone 14 pro max на его фронталку 4к 30 fps впервые наверное за последние полгода вход пишут так и работают его родные микрофоны смотрим распаковка поставляется данная модель в стандартной упаковке для айку коробка выполнены из плотного картона на ней есть название и краткие характеристики модели пакинг хороший в комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой силиконовый чехол краткое руководство блок питания на 120 ватт и кабель для зарядки с тайп си на тайп си весит смартфон 194 грамма габариты сто шестьдесят четыре на 77 на восемь с половиной миллиметров слот прорезиненный на 2 наносим карты карту памяти запихать нельзя у меня на руках разумеется китайская версия смарта но напоминаю что у айку даже в китайской версии есть русский язык можно установить play market от google и в принципе на некоторые айку даже есть глобальные версии прошивок допустим найку нео 7s и розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуально постоянно это разумеется 5 ми бэндов 7 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок там всегда много всего полезного все что покупаю скидываю туда телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал подписывайтесь с колоколом перейдем же к смартфону полетели приобрести данный девайс можно в черный красный зеленый расцветки дизайн смартфона такой же как у него 8 приобрел я смартфон в красной расцветке у которой тыльная часть выполнены из искусственной кожи а блок камер имеет карбоновую текстуру рамки из пластмассы в руке смартфон лежит комфортно одной рукой пользоваться смартфоном легко и удобно защита от воды и пыли влаги официально заявленный нет на корпусе расположена кнопка питания качели регулировки громкости разъем юсб тайп си от г версии 202 микрофона и к порта вот миниджека не завезли далее с динамики звучание неплохое стерео по качеству такой же как и в на 8 настройках можно найти предустановки звучания но кастомного эквалайзера нет вибромоторчик двойной неплохой ко всему он еще и настраиваемый очень близок к топом аудио кодеков на борту достаточно на экране вы видите список всех поддерживаемых кодеков летим дальше смартфон оснащен amoled экраном от боя с дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей к слову такой же экран повторяюсь был в viva x90 а это на секундочку практически флагман экран плоский за что плюс подбородок у экрана есть но он небольшой как и рамки плотность пикселей всего 452 5 и как по мне для про версии можно было бы установить экран получше получается в восьмерке он такой же пиковая яркость 1300 нет при прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркости хватает но запас яркости небольшой частота обновления экрана максимум 144 герца которая практически нигде у вас работать разумеется не будет также на выбор есть 60 герц и автоматический режим частота мгновенной дискретизации касания 1200 герц тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране в играх экран показал себя достойно в плане отклика мультитач на борту и на 10 касание экран откликается не быстро шим затемление до 2160 герц и все кто скажут ура никаких проблем нет нет проблемы есть медики считают что шим затемнение должно быть до 3000 герц показатели шима выше 19 процентов не поднимаются что очень даже хорошо у него 8 шим не поднимался выше кстати 15 процентов по тестам хотя вроде бы экран один и тот же правда полноценный always on дисплей в наличии разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в экран и распознавание лица а также есть комбинированный способ разблокировки распознавание лица срабатывает отлично даже под углом сканер отпечатков пальцев работает корректно и быстро зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца нельзя и это хорошо в отличие от сяомитов летим дальше процессор здесь mediatek dimensity 92 00 плюс техпроцессорами 4 нанометра с 8 ядрами максимальная частота которого 3,35 гигагерца также установлен чип в один плюс графический процессор используется mortals g715 mc11 интерфейс origin с на базе android 13 версии увидите на фантек знаете что это глобалка google сервисы на борту интерфейс работает хорошо микрофризы встречаются но очень редко оперативная память lpddr5 x и доступна на выбор 16 гигабайт только так внутренняя память ufs 40 на выбор 256 или 512 гигабайт хотя на али я встречал у некоторых продавцов комплектацию на 1 терабайт имеется поддержка в 5g сетей которая не для всех актуально но хорошо что она есть для 4g band 7 на борту 20 не опять же смотрим в комментариях по отзывам большинство это вообще не напрягает даже в маленьких городах главное 7 есть к слову есть способ как проверить по какому бенду вас симка работает конкретно у вас дома программу я укажу у себя в telegram канале связь смартфон ловит хорошо датчик приближения отрабатывает корректно запись разговора на борту и без уведомления начале записи bluetooth версии 5.3 на все смартфон поддерживает мир пэй встает без проблем gps-тест городских условиях показывает точность до одного метра что стандартно для диман сити писем арки смартфон выдал космические 9 часов 16 минут на максимальной яркости максимальной герцовки не знаю как так но молодец смартфон поддерживает flash charge на 120 ватт заряжается от нуля до 100 процентов у меня по моим тестом за 23 минуты на борту стандартно есть ультра игровой режим за один час просмотра видео на ютюбе по вайфаю на 100 процентах яркости у меня улетает 7 процентов заряда папы с одновременным стримингом на твиче за час уходит 29 процентов заряда это очень даже неплохо учитывая что 90 fps и все что можно было включено смартфон греется яркость сбрасывает и заметно но играть в целом комфортно игровым его я не назову опять же процессор вроде бы хорош но медиатек всегда медиатек перейдем же к тестом тротлинг тест проходит плохо 194 гипса минимально максимально 260 в среднем 213 гипсов на 100 потоках при 47 минутах результаты тестов geekbench 6 3d марка вы можете наблюдать на экране одно могу сказать и акцентировать ваше внимание что 3d mark данный смартфон проходит плохо почему потому что обратите внимание на стабильность процессора она минимально просто может быть они как-то что-то где-то допилят с прошивками но пока все вообще не радужно в antutu выдал результат он в 1 миллион четыреста семьдесят четыре тысячи попугаев сторож тест показал хорошие 125 тысяч перейдем же камере основной блок камер стильной части состоит из двух сенсоров и двойной лет вспышки основной сенсор sony amx 866 на 50 мегапикселей с оптостабом но без оптического зума также есть сверх ширик с сенсором на 8 мегапикселей с углом обзора в 114 градусов запись видео доступно с основного сенсора 8к 24 fps 4к 60 fps и ниже цифровая стабилизация также на борту а супер стабилизация работает только в 1080p 60 fps фронталка на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана максимальное разрешение для съемки видео у нее 1080p 30 fps в стоке большое количество вспомогательных функций режимов фильтров для фото и видеосъемки и подобного короткий пример вы сейчас увидите и сравнение соответственно споко f5 про 4к 60 fps вы видите в 1080p 60 fps два смартфона день максимально солнечно очень много бликов и снимаю с двух рук по моим ощущениям что что лучше снимают вам смотреть лучше на исходнике нам лучше пойму по мне пока и q но не факт еще раз повторяю что к прошке у меня много вопросов и вот так вы сможете снимать в стандартном разрешении почему стандартные многие пишут я вот снимаю 1080p потребляете контент вы как тоже в 1080p вполне возможно да но в 1080p в принципе можно сказать что у нас телевидение вещает в 1080p но это не показатель то есть если вы платите такие деньги лучше все-таки чтобы 4к 60 fps нормально снимала по цветам но то что я вижу на экранах лучше справляется кстати айку потому что пока делает темнее ну что 4к 60 fps два смартфона и вот так они смогут вас снимать в одинаковых условиях все стоит в автомате нигде не включена никакая вспышка и лифт сейчас даст дополнительное освещение пока f5 pro против но 8 про напоминаю что вряд ли это будет какой-то супер мега забор и народ начнет покупать либо обозревать потому что не особо это выгодно продолжение банкета с лифтом и пока f5 pro снимает 1080p 60 fps айку 1080p 30 fps но что лучше вы сами видите еще немного основной камеры еще раз повторяю что здесь прямо заметно кто лучше но опять же для меня у вас может быть другое мнение напоминаю что все равно айку не будет популярным 4к 60 fps сравнение съемки айку на 8 про который вы не купите эпоха 5 про который вполне возможно у вас на руках и поэтому вы смотрите данный ролик вот так примерно сможете снимать в движении 4к 60 fps картинг съемка с двух рук никуда не двигаюсь пытаюсь снимать ровно если есть траммер тонна одна родина одинаковый с обеих рук вот так вы сможете снимать картинг ну что же начнем сравнение основных модулей справа у нас сяоми по левой стороне у нас айку на 8 pro апертура 1 и 9 у 1 2 как вы видите апертура 18 и здесь очень быстро и просто можно посмотреть как допустим смартфон исправились на основной модуль с надписями то есть здесь надпись чётче у айку мне она больше нравится пока с фото получилось все намного намного хуже и в цвета он не попал я вам скажу по табличке с четкостью у него какая-то беда хотя опять же условия для съемки были просто идеальны обратите внимание на табличку опять же засвет у пока здесь условия немного сложнее при том условия немного сложнее были именно у айки у на 8 pro потому что человек находился в движении когда я уже фотографировал на сяоми он стоял на месте но все равно если посмотреть допустим по возможностям фото возможностям тот же айку мы берем и у нас табличка более-менее нет тоже не читабельно в принципе да наверное те же тапки но здесь вопрос в детализации человека мне кажется что в принципе вопросы должны отпасть потому что еще раз повторяю здесь он был в движении здесь без движения а вот если сравнивать фронталки я отдам предпочтение скорее всего пока почему потому что несмотря на то что у него детализация местами хуже и где-то видите также он ужасно вырезал целом вы видите что это и другая фотография неплохая но еще раз повторяю что по детализации и потому как вырезаны у сяоми меньше недостатков чем у айку хотя опять же задний фон видите найку более размыт поэтому ему было сложнее хотя с цветом ближе угадал айку цветом кожи не тот не другой здесь уже с виду вроде бы простая фотография но по факту это сложная фотография то есть объекты находились движение и плюс еще очень много было засветов потому что было много солнца и обратите внимание допустим на 8 выставил про апертуру 19 у сяоми апертура 18 и все очень очень по мне близко хотя в каких-то моментах мне больше нравится как справился сяоми потому что у сяоми нормальные листва если говорить о засветах где-то и замыливали линии краев то я бы не сказал что у кого-то какие-то проблемы с этим всяком случае на данном снимке все вроде бы хорошо и напоследок еще одну фотографию дневную смотрите объект в движении ничего не смазано ничего не замыли на рассеянный свет довольно противные мне даже на фотографию когда я смотрю кажется что я щурюсь и в целом но есть небольшие искажения по краям но смартфон снимает более чем достойно еще раз повторяю что всем кто увлекается фотографии необходимо всегда скачивать исходники смотреть на своих откалиброванных или нет калиброванных мониторах на своих источниках потому что чтобы я здесь не видел вы можете видеть совсем другие вещи и не факт то вам что-то понравится или наоборот не понравится что не понравилось мне вот так вот можно сливать будет помещение 4к 60fps основная камера дождь начинается и вот так вы сможете снимать на основную камеру айку на 8 про да уже начался дождь ему вообще конкретно не повезло напоминаю что у смартфона нет никакой защиты от влаги ни в коем случае нельзя во-первых в движении снимать как я делаю а во вторых ни в коем случае нельзя снимать под дождем вот так примерно послугую погоду вы сможете на него записывать на основную камеру съемку можно даже чуть-чуть еще проехать напоминаю что я в шлеме поэтому звук может быть не очень хороший плюс ветер плюс дождь и в целом если смарт справляется хоть как-то это отлично и разумеется съемка одной руки и совсем чуть-чуть ультра шире к 1080p 30fps съемка с одной руки и максимально плавно держу что могу сказать даже с цветами здесь у него какая-то беда но главное не двигаться потому что если ты начнешь двигаться будет вот такая история 4к 60fps пример ночной съемки сейчас не эти 5 секунд самое главное сейчас вы увидите что самое главное видите как светло а я всего-то переключился на 4к 30 fps вот так все будет если вы будете снимать в 4к 30 fps теперь 4к точнее 1080p 60fps лайфхак да и 1080p 30 fps немного ультра шире к ночная бесполезная съемка да без автофокуса разумеется 4к 60fps разумеется 8к есть в принципе как и 8 но здесь она разливка лучше сенсор потому что лучше 4к 60fps вот так пингвинчики отдыхают вы можете увидеть во многих роликах мы как они на воле бегают когда их кормят вот так они между как раз выступлениями как говорится чилят мутное стекло но что что может смарт полно делает 4к 60fps и вот там есть гиббоны x3 x5 x6 x9 x10 и цапля x10 1080p 60fps супер стабилизация и вот так вы сможете если вы охотник снимать оленей которых нельзя ловить и стрелять вот так контактных зоопарках они просто лежат и смотрят на охотников либо не на охотников а на людей которые хотят погладить как собачек или покормить 1080p 60fps вот на таких штук вы можете катать по парку разумеется за дополнительную плату два человека 500 бат 4 человека два часа 700 бат все равно прикольно видите бегемота а он есть 1080p 60fps и без со ступер стабилизации эта штука не работает со стандартной стабилизации 1080p 60fps x10 вот так вы увидите бегемота немного съемки на фронталку еще 80 и 60fps горные бараны 4к 60fps горным слонов 4к 60fps африканская часть зоопарка 4к 60fps tiger x2 x3 x5 минусы нет миниджека нет 20 бэнда такой же экран как у младшей версии на 8 это и плюс и минус потому что плюс что он такой же как у viva x90 пластиковая рамка также нет беспроводной зарядки и ценник для данного процессора я не знаю напишите по вашему мнению адекватен или нет цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании всем кто посмотрел ролик огромное спасибо знайте вы помогаете проекту помните что все эти девайсы прекрасно понимаю что купят в россии единицы но мы должны понимать что является бестселлерами странах где эти смартфоны производят это что они нам привозят после редми пока после риме джетти не опять в два раза дороже риме джетти 3 с худшими показателями по стабильности это заставляет нас смотреть на внутрь их рынка что продается хорошо так вот на 8 и на 8 проб продается там очень хорошо поэтому на рынке индии и попадают эти устройства 4к 60fps съемка на основной аппарат это айку на 8 viva можно сказать и я хотел бы резюмировать довольно странно есть аппараты для того чтобы меня смотрели будет много просмотров как и на него опять этот риме джетти 3 глобалки которая не советую покупать лучше купить него 5 и забыть о том что нам предлагают что-то в два раза дороже можно купить пока и в 5 про это будет неплохой выбор но только во время распродаж и он такой же раз как у всех и вы должны понимать что у него минус получается несколько месяцев поддержки относительно на 8 про а в целом эта модель была выпущена практически полгода назад и здесь тоже ничего нового хотя девайс достойный и для души есть еще всякие опоры на 10 про плюс которые только про камеру потому что мощи у них не хватает чтобы я хотел рассказать вам про viva neo8 про в конце я думаю по поводу этого айку веона 8 про у вас уже сложилось какое-то мнение многие пишут что у айку уже нет никаких проблем с оповещением напоминаю что раньше у китайских смартфонов были проблемы когда ты настраивал оповещение приходило обновление и вот эта настройка оповещений в китайских версиях она слетала сейчас она у большинства не слетает даже при обновлении но я смотрю на этот смартфон может быть не как выпад по какой причине потому что у меня был в руках на 8 и там соотношение цена это что я получаю намного лучше чем здесь здесь относительно на 8 для меня лучше только камера камера реально значительно лучше если вам нужна камера туда если то с чем вы постоянно контактируете это интерфейс дисплей и в принципе способность в играх в тех же стабильность то лучше на 8 однозначно от меня девайсу однозначно доставим лайк пишем комментарий какой-нибудь это помогает проекту я напоминаю что практически все покупала на ли что-то покупаю на я редко что-то покупаю на авито потом продаю поэтому у меня storytelling начинается с того как я купил получил протестировал пообозревал и в итоге вам рассказал это не смартфон для перепродажи это смартфон для того чтобы им пользоваться насколько он хорош насколько глубоко айкус могут попасть в наш мир очень сильно вряд ли потому что очень правильно многие отмечают что название ассоциируются со стиками и чем-то курительным напоминаю против курения сам не курю из него 8 про и на 8 я бы однозначно на 8 бы выбрал миллиард процент подписываемся на канал с колоколом добра и удачи вам дорогие друзья